Развитие инфраструктуры связи, повышение качества передачи данных, эти и другие вопросы обсудили на встрече глава Чувашии, директор макрорегионального филиала «Волга». Цель встречи – подписание трехстороннего соглашения между Минкомсвязей России, Чувашской Республикой и компанией «Ростелеком», о совместной реализации инвестиционных проектов. С апреля прошлого года на обслуживании у «Ростелеком» 148 тысяч таксофонов, а также 21 тысяча пунктов коллективного доступа в интернет по всей России. Чувашия не стала исключением. Недавно задачу поставил, чтобы изыскать дополнительные источники по дальнейшему развитию нашей инфраструктуры, для того, чтобы и городской житель, и сельский житель не ощущал никакого дискомфорта, чтобы они могли управлять этими информационными технологиями с любой точки. Сейчас же никакой проблемы нет, даже деньги перечислять селяне, вон сидят дома. Контракт возлагает на оператора универсального обслуживания предоставление услуги передачи данных на скорости не менее 10 мегабит в секунду. В первую очередь в Чувашии оптика придет в 19 населенных пунктов Комсомольского района, ориентировочно во втором-третьем квартале 2015 года. Ключевые задачи – это то, что мы должны покрыть сетью оптических линий малонаселенные пункты от 250 до 500. И постараться на вот этом очень хорошем оптическом хребте сделать большие проекты «Безопасный город», системы оповещения, то есть те, которые уже дают несколько иное качество и жизни, и качество безопасности. Рассчитываю, что наше сотрудничество будет крепче. В Чувашии почти 80 населенных пунктов уже подключены к интернету оптическими каналами связи. Еще в 161 поселение необходимо провести провода. По мнению специалистов, весь проект можно реализовать за 8-10 месяцев. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.